Этими поступками вы обесцениваете себя в глазах мужчины. Почему одних женщин мужчины ценят очень высоко, а других часто не ставят ни во что? Смотрите видео до конца, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Всем привет! Я Наташа Жукова, основатель и ректор Университета современной психологии, магистр психологических наук и самый цитируемый в России специалист по созависимости. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать о том, каких женщин мужчины не ценят и не уважают. Вся соль в ваших собственных действиях и поступках, которые обесценивают вас в глазах мужчин. Вы любите его больше, чем себя. Это проявляется в том, что вы отказываетесь от того, что вам важно. Личностного роста, карьерного роста, друзей, личного времени, личного пространства, своих желаний, мечт, целей. Соглашаетесь на все ради отношений. Чем это чревато? У вас постепенно накапливается раздражение от собственной неудовлетворенности и нереализованности, что обязательно отразится на отношениях. В виде напряжения, регулярных ссор, обоюдных обид. И второй важный момент. Своё отношение к себе вы транслируете окружающим, в том числе и вашему мужчине. Если вы недостаточно хорошо относитесь к себе, во многом себя ограничиваете, пренебрегаете своими потребностями, не ставите границы, точно так же к вам будут относиться и другие люди, в том числе и мужчина. Только человек, любящий себя, но не самый влюбленный, почувствуете эту разницу, способен на зрелую любовь к другому человеку. И зрелый мужчина хочет равноправных отношений с женщиной, которой он восхищается сам. Вы сравниваете себя с другими женщинами? Если вы чувствуете себя неудовлетворенно, если вы чувствуете себя неуверенно, с тревогой или стыдом смотрите на других женщин, пытаетесь сравнивать себя с ними, копировать их стиль или поведение, может быть, даже спрашивать своего мужчину, а кто из нас красивее, кто лучше? Это говорит о том, что у вас пострадала самооценка. Как думаете, может ли мужчина ценить женщину, которая себя постоянно не ценит и как-то унижается? Дальше вы прощаете недостойное поведение, унижение себя, оскорбление, применение силы недопустимо в отношениях. Если вы замечаете что-то подобное в ваших отношениях, это тревожный звонок. А если вы еще и спускаете это на тормозах, убеждая себя, ну, у него просто сложный период, ему трудно контролировать свои эмоции, у него было тяжелое детство, я сама виновата, вы еще сильнее усугубляете ситуацию. Этим вы развязываете мужчине руки, и такие ситуации будут происходить все чаще. Дальше вы активно демонстрируете свою силу. Вы вполне можете быть сильной, достигающей, успешной. Это все до тех пор, пока вы не начинаете конкурировать в этом со своим мужчиной. Как только вы начинаете показывать, а я это делаю лучше, чем ты, а в этом я успешнее, а у меня больше доход, ваши отношения начинают разрушаться. Происходит следующее. Таким образом, вы стремитесь продемонстрировать мужчине свою ценность и значимость, но в реальности добиваетесь противоположного эффекта. Свою ценность, как женщины, вы теряете. Почему? Когда между мужчиной и женщиной возникает борьба за власть, желание доминировать, быть лучшим, лучшей, вы начинаете воспринимать друг друга, как соперников в игре. И тогда мужчина видит вас как конкурента, как победителя, как проигравшего, как кого угодно, но главное не как женщину. Другая крайность, когда вы занижаете свою социальную значимость, свои успехи, достижения, свой доход. Такое поведение чаще всего вызвано страхом отвержения, когда вы настолько боитесь, что мужчина почувствует себя униженным в сравнении с вами, что вы готовы скрывать себя настоящую. И тогда, во-первых, вы тратите много ресурсов на удержание этой тайны, во-вторых, однажды мужчина все равно об этом узнает. Это чревато потерей доверия к вам. Дальше. Вы становитесь для него спасателем. Поддерживать мужчину, заботиться о нем, говорить ему какие-то важные слова нужно. Но когда это превращается в спасательство, когда вы считаете его проблемы своими и берете на себя решение его жизненных трудностей, вы выходите из роли любимой и любящей женщины и превращаетесь в родителя для мужчины, в спасателя. Можете догадаться, чем чревато такое распределение ролей. Вы берете на себя больше ответственности, мужчина все больше укрепляется в роли ребенка, напряжение в отношениях растет, исчезает сексуальная близость. Таким образом, через роль спасателя, который старается избавить от страданий жертву, вы сами, того не замечая, все глубже втягиваетесь в игру жертва-спасатель-тиран. То есть, вступаете в нездоровые, проблемные, разрушающие вас обоих отношения. Дальше. Вы молчите и терпите. У многих женщин есть установка, что нужно быть мудрой. И под этой мудростью понимается смолчать и стерпеть, не подавать виду, что что-то не так. Это опасная установка, потому что, во-первых, через нее в вашу жизнь приходят соответствующие мужчины, тираны, абьюзеры, которые видят вас только удобную жертву. Во-вторых, мужчина может просто не догадываться о ваших обидах, искренне заблуждаться в том, что вас все устраивает, а вы тем временем копите обиды и раздражения. Дальше. Вы грубо манипулируете. Безусловно, в любых человеческих отношениях присутствуют манипуляции. Суть их заключается в том, чтобы воздействовать на больные точки другого человека с целью удовлетворить собственные потребности и желания добиться своего. Однако, чем больше манипуляций ваших отношений, и чем более грубыми они являются, тем сильнее ваши отношения в конечном итоге страдают. Таким манипуляциям относятся, например, следующее. Притворяться слабой или глупой, когда вы такой не являетесь. Сравнивать его с другими с целью разбудить в нем мужика. Наигранно страдать или плакать, чтобы вызвать в нем жалость. Шантажировать, отказывать сексе не потому, что вам не хочется, а с целью наказать его или получить желаемое. Вам, возможно, удастся добиться своего таким образом с мужчинами, которые подобным манипуляциям подвержены, привыкли. Но и в этом случае такие отношения нельзя назвать здоровыми. Потому что вместо того, чтобы быть любящими друг друга, партнерами, вы будете играть в игру тиран-жертва. Ну а мужчины со стабильной самооценкой вовсе подобные отношения не вступят или очень быстро их завершат. Убирайте подобные действия из вашей жизни, и вы заметите, насколько изменится отношение мужчин к вам, и какие мужчины вообще начнут приходить в вашу жизнь. Подписывайтесь на мой канал, а также на меня во всех социальных сетях. Все актуальные ссылки лежат прямо под этим видео. Напишите в комментариях, какие обесценивающие вас поступки совершаете вы сами. Чтобы узнать себя лучше, прояснить актуальную ситуацию в жизни и получить пищу для размышлений, проведите бесплатные психологические тесты на сайте моего психологического центра. Ссылка будет внизу. После прохождения вы получите промокод 20% на первую сессию или пакет консультаций. Успехов! Продолжение следует...